Пропавшая 28 февраля школьница из Мичуринска найдена. В настоящее время девушка в больнице. Необходимую помощь ей оказывают врачи. Ее искала полиция, волонтеры и жители Наукограда. Хронология событий в материале Натальи Киселевой. Заявление о пропаже школьницы дежурной Мичуринского УВД приняли в час ночи 1 марта. Родители сообщали, что 28 февраля в 16.00 их дочь вышла от репетитора, но дома так и не появилась. Подруга школьницы рассказала, что встретила ее на улице Лаврова. Благодаря видеокамерам удалось отследить путь пропавшей. Было несколько версий из показаний людей, что девочка могла сесть в автомобиль. Мы в промежутке от 16.30 до 17.00 отработали порядка 25 автомобилей марок ВАЗ-2109, 21.14, но это не подтвердилось. Далее при просмотре камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» мы установили, что девочка прошла с улицы Лаврова на улицу Красная, на улицу Советская. И после этого на улицу Советская повернула на улицу Воглевской. После этого на нас вышли волонтеры. Поисковики отряда «Лиза-Алерт» собрали на выезд своих волонтеров. К ним присоединились порядка 40 местных жителей. Совместно с полицейскими распределили задачи. Андрей и Слава в тот день оделись потеплее и тоже вышли на поиск. Конечно, было причувствие, потому что зашли, увидели, особенно когда следы в этой чаще. Вряд ли какой другой человек будет тут ходить. Молодежный пляж, берег реки Лесной Воронеж. Это сейчас день, солнце и минус 9. А тогда была ночь и минус 17. У ребят на морозе сели телефоны. Без фонарей они сквозь заросли веток шли по следам в лес. Девушка с ожогами третьей степени находится в ожоговом центре города Тамбург. Вова. Она пришла в сознание и накануне к ней пустили в палату реанимации родителей. Родители ежедневно навещают дочь. Они пока не готовы общаться с журналистами. Да и здоровье пострадавшей сейчас требует усиленного внимания, отмечают медики. Девушка сильно переохладилась. Ее привезли на спецмашинку сюда, к нам, в наше реабилитационное отделение. Через сутки она была переведена в связи с улучшением состояния в ожоговом отделении. Сейчас она находится у нас. Состояние ее средней тяжести, я бы даже сказал, близко удовлетворительно по общему статусу. А вот что касается отморожения, то они серьезные. В настоящее время следователи восстанавливают картину произошедшего. Учитывая состояние девушки, следственные и процессуальные действия с ее участием пока не проводятся. Изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают ее родственников, друзей, знакомых и педагогов. Проверяют ее социальные сети, устанавливают круг общения в последнее время, взаимоотношения в семье и школе. Школьницу нашли пятеро парней. Андрей, Вячеслав, Сергей, Вадим и Александр. Они жители Мичуринска и к поиску человека присоединились впервые. В силу скромности и занятости на работе всех ребят на интервью собрать не удалось. Студенты Андрей и Вячеслав говорят, что осознание того, что спасли жизнь человеку, пришло в этот же день. Парни не скрывают, в первые минуты было страшно. Но кто-то сказал, что пульс есть. Девушка жива. Ребята планируют навестить школьницу, как только медики разрешат посещение для всех. Наталья Киселева, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей.